Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 июня, вот первый видеоролик я сказала 5 мая, потому что я не могу никак перестроиться на май, извините. И тем более работа в теплице, это все знают, что очень тяжелый труд. Тут не только дату, наверное, забудешь, а вообще забудешь, как тебя зовут. Вот я все закончила свои дела в теплице, я в предыдущих видеороликах рассказывала, почему с сегодняшнего дня я увеличила полив, стала чаще поливать. И не пора ли прищипывать, то есть когда пора начинать прищипывать томаты, если некоторые думают, что рано, то посмотрите этот видеоролик, кому-то возможно уже пора и сделать прищипку. Но сейчас я хотела рассказать о обработке от вредителей, я вот теппеки наконец-то получила и про белокрылку все хочу сказать. Но сейчас видео, это я расскажу в следующем видео, но сейчас видео я хочу посвятить ответу на вопрос, вот Татьяна Новосельцева написала мне, как выборочно, вот не все, например, мы идем по томатам. И у нас, у многих бывает, что не все томаты, а выборочно скручивают листья, но скручивается. Вот можно посмотреть, вот я иду, иду, видите, вот Настенька, все расправлено хорошо, и там, ну как, другие можно тоже посмотреть, видите, листики не скручены. Но у меня есть тоже один сорт, который лист крутит. Особенно видно это на старых листьях у него, это вот у меня чудо земли. Но я сегодня делала обрезку, я кончики обрезала, которые идут в проход, вот именно они, вот эти старые, и которые, главное, что на молодых у него тоже ничего нет, у нас старых крутят. Вот я хочу сегодня рассказать о том, что иногда, ну вот это, конечно, больше для начинающих огородников, вот иногда человек высадит, и раз у него вот эта закрутка начинает появляться, и люди очень волнуются и переживают, они думают, что это там отболеет, или что это еще что-то. Я не буду все снова начинать рассказывать, почему крутят листья. У меня специально есть видео, я рассказывала, что и от переизбытка удобрений на жару так реагирует. Но одна из причин бывает просто капризность сорта. В прошлом году у меня было видео про казанова, я вам тоже показывала. Вся теплица вела себя нормально, даже в самый жаркий период. Казанова у нас капризничала, он не только крутил, он кучерявился, он весь изгибался какой-то. Ну вот футы-нуты. И я когда показала видео с ним, мне многие написали, это бактериальное заболевание, надо его срочно вырывать, надо его изолировать. Но я всем ответила, никакое это не бактериальное заболевание, потому что многие еще написали, что именно казанова у них капризничает, не может у всех заболеть сразу. И как только жара спала, все, он расправил, у него начали новые листья вырастать нормальные, и даже старые все расправились, вся вот эта кучерявость пропала. И вот еще на том прошлогоднем опыте с казановой я поняла, что есть такие сорта, которые вот из строя выбиваются, вот просто капризничают. И у меня есть очень, как сказать, отличный вот такой способ проверить это. Я посадила вот здесь вот чудо земли и в другой теплице. И представьте, пройдя в ту теплицу, я увидела, что все сорта стоят нормально. Единственный сорт, который закручивает листья, там тоже чудо земли. Точно так же, как было в прошлом году. У нас в открытом грунте казанова, когда было холодно, тоже начал кучерявиться. В теплице он начал от жары кучерявиться. Я полностью поставила вот такую галочку, что казанова у нас капризный сорт. И что если он кучерявится или скручивает листики, или как-то ведет себя не так, это не значит, что он болеет или что-то плохо. Просто это его капризность. Вот в этом году, повторюсь опять, еще один сорт такой попался. Но казанового у меня здесь ничего нет. Попался чудо земли. И вот хочу сказать Татьяне Новосельцевой, что возможно, в вашем случае произошло то же самое. Если у вас все другие томаты не закручиваются, а этот крутит лист, возможно, это капризный сорт, капризность сорта. Потому что очень странно было бы говорить, что выращиваемый в одной и той же теплице, в одних и тех же условиях, что, например, ему не хватает чего-то, какого-то микроэлемента, что бывает одной из причин закручивания листа. Или, например, переизбыток этих удобрений, что тоже бывает, что закручивается лист. Или что еще что-то. Когда они стоят в одном строю, и один только сорт ведет себя так, не обращайте на это внимания. Значит, просто он так реагирует на жаркую погоду или на перепады температур. Бывает, что некоторые томаты не выносят, что ночью, вот у нас ночью сейчас 8-10, а днем сейчас жарище, вот тут вот, наверное, около 30 уже градусов. Некоторые вот это не переносят, перепады температур. Но я думаю, вам не стоит волноваться. Конечно, это видео я сняла не только для Татьяны, а для других начинающих огородников. Не воспринимайте сильно близко к сердцу, когда какой-нибудь один из сортов ведет себя как-то не так. Все они реагируют по-разному. И есть вот такие капризули. Все. До свидания. Сейчас буду говорить про обработку от вредителей и про белокрылку. Больная тема. Сейчас вот эти от одуванчиков пушинки летают. Ой, мне кажется, что белокрылка летит. Я уже вот это, меня уже нервно тикнули. Мне кажется, что везде развелись белокрылки. Все, до свидания. У меня теперь фобия. Есть такая новая фобия белокрылка.